Известь Брикс Ко мне в гости приходят люди из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки Это, собственно говоря, те страны, которые в Бриксы входят И рассказывают мне о том, как Россия стала для них вторым домом И что они для себя в нашей замечательной стране почерпнули И почему они здесь остались работать и жить Сегодня у нас второй выпуск разговоров о Китае И вновь со мной очаровательная Фэдзо Привет еще раз Привет, спасибо тебе большое за такое представление, милое А я вообще очень милый, такой коварный Да В прошлом выпуске, дорогие друзья, у нас есть горизонтальный сюжет Мы остановились на том, что поговорили чуть-чуть буквально про шоу «Мистер Икс» В котором Фэдзо снималась Что за такое? Было дело, да Было дело Было дело Было дело Снималась в этом шоу «Мистер Икс» Что тебя вообще заставило пойти на этот проект? Зачем ты туда отправилась? Да расскажи, во-первых, правила шоу Что в нем происходило, напомни людям Ну, попасть в это шоу очень легко Потому что на телеканале «Пятница» Есть у них сайт Заходишь на этот сайт Там постоянно есть какие-то кастинги на новые шоу Куда набирают участников Просто заполняешь анкету Я так и сделала И мне позвонили Сказали, о, так и так Круто, азиатка Созвонимся Меня туда потянули Точно оттуда Точно оттуда был звонок Ну, когда уже мы сформировались Командой Я увидела, что девушки абсолютно разных типажей Поэтому я думаю, что меня взяли, потому что азиатка Ну, нужно было как-то разбавить всех остальных И действительно, я потом уже поняла Что мне, наверное, не очень подходит формат реалити-шоу Мне было очень сложно Сложно Там такие испытания были Когда проверялась настоящая твоя личность Ты не играешь роль Давит все на тебя Ну, хотя очень классная задумка В общем, не было у меня тогда никого Не было мужчины И я думала Ну, два в одном Я тут и на экране засвечусь И, может быть, мужчина надо, а почему бы нет И решил пойти Но мужчина тебя не зацепил, насколько я понимаю У меня не зацепил мужчину Вообще Но тот, который был главным героем Он меня не Ну, я не про светителей на проекте Да, я имею в виду Я именно про главного Ну, вот смотри Самый интересный вопрос в этом Вообще Не конкретно даже твои перипетии С этим псевдомиллионером А отличие Между российскими мужчинами И китайскими мужчинами Да, то есть Вот менталитет И чем Эти два вида мужчин Назовем это так Отличаются И что в них общего Вот на твой взгляд Общего в них то, что Мужчины Оба мужчины Оба мужчины И тот и другой Ходят в китайской одежде Нет, не ходят в китайской одежде Ну, а где у нас все произведено Даже если это В Португалии Ладно, оценим Вот внешность Менталитет Поведение Вот Какие базовые, знаешь, отличия Давай начнем со сходств Это интересный вопрос Никто меня никогда не спрашивал А чем похоже Русские парни Все сразу начинают А различия какие А сходство-то ведь есть Конечно же Сходство в том, что Это две страны С традиционным укладом общества И в которых принято Девушку Ну уж Будем говорить Открыто завоевывать Что это не как в Америке Каждый платит за себя Да, все-таки парень здесь лидер Он оплачивает все Он в Китае девушку может И содержать И в России тоже такое бывает И, соответственно Парень все-таки здесь Считает себя главой Считает себя инициатором И в Китае, и в России Вот это вот сходство То есть И там, и здесь Женщина Это человек, которому надо обхаживать В котором надо ухаживать Для которого надо делать Какие-то поступки совершать И там, и здесь Это принято Да, да А мужчина Как завоеватель И там, и здесь Достаточно Традиционный взгляд На отношения То есть Считается, что Девушка Если она и может Подойти Первый, да То Как-то Ну Помягче То есть Все-таки Мужчина Предпочитает Сам Инициатива Должна исходить от мужчины И в России И в Китае Вот это интересно То, что ты меня спросила Про сходство Дальше Это ты сама Себя спросила По сути Да? Ну ты же спросила Утемнение, да А какие сходства Это мы потом Вставим туда Ну а различиях Различий все-таки Больше Чем сходств И Пожалуй Китайские парни Они более Даже традиционные И консервативные Чем русские парни В Китае Все-таки Отношения Заводятся Для отношений Для Будущего Создания брака То есть Это сразу Далеко Идущий план Да Да, даже у парней Даже китайские мужчины Они уже расценивают Это Я с этой девушкой Буду как-то дальше Строить семью Или нет В России Насколько я знаю Есть очень много Форматов отношений И это не обязательно Серьезно Люди могут встречаться И вообще Ни о чем не думать Ну без обязательств Скажем так Интрижка Такого в Китае Особо быть не может В Китае Бывает это очень редко Как-то все сразу Нацелены на то Чтобы строить Серьезные отношения И говорят что Если ты не Если это отношение Без цели пожениться То это маньячество Дорогие маньяки Здравствуйте У нас кружок маньяков Знаешь я бы сказала Что китайские парни Они Чуть более заботливые Чем русские парни Хотя я больше Люблю русских парней Но уже по другой причине Так Так вот Почему Китайские парни Они Они балуют девушек Русские парни Когда видят это все Они говорят что Подкаблучник Вот Вот это подкаблучник А в Китае считается Это забота о девушке Допустим Как проявляют свою заботу Китайские мужчины Они могут понести Дамскую сумочку Ну у нас в школе Тоже так делают Это потом уже Мужчины как бы Прочухали Что делать не обязательно А в школе да Они Да То есть носят дамские сумочки Могут перенести тебя Через гужу Да У вас же есть мужик в Китае Откуда ты знаешь Ты уже чувствуешь Да Так Ну хорошо Предположим Какие еще Подарочки дарят постоянно Причем подарки Цветы тоже Но больше какие-то Практические вещи То есть это брендовые сумочки Брендовые косметики Вот я вижу Девушка уже загорелась Да Уже интересно Хотелось бы Хотелось бы Конечно Сумочку бы Конечно Я когда расскажу Через гужу Ладно Я перепрыгну А вот А сумочку бы Конечно Не помешало Да На день рождения Не букет какой-то А сумочка С ней прыгать легче Опять же Сумочку И под ноги подложить Но на самом деле Получается Что там материальная сторона Важна В отношении Важна Это же по сути Ну да Понятно Что это подарки Но это практические подарки Которые могут пригодить Цветы Это же Это романтика Понимаешь Мы же романтики Ну это эфемерность Пройдет неделя И цветы завянут А вы Завянут А сумка не завянут Завяли Срежь новые Что Знаешь Я когда рассказываю Вот про китайских парней Вот в России Здесь девушки Всегда все Все абсолютно Загораются А парни все говорят Фу Вот это Насколько Надо вести себя Не по-мужски Насколько Под девушку Построиться Я не буду так себя вести Никогда И тебя это заводит Да Я хочу продолжить Сказать дальше Что на первом свидании Китайские мужчины Не дожидаясь вопросов А девушке Сколько ты зарабатываешь Кем ты работаешь И так далее Он сразу себе скажет Я зарабатываю Вот такие миллионы У меня квартира В самом центре У меня машина Такая Какая там Феррари Ну наши тоже врать-то умеют Ты что Ну в целом Ты тоже наших счетов Не врут Не врут У всех Феррари У всех квартир в центре А у кого нет То те Те на свидание не ходят Да Да Тебя по домам сидят Ждут Когда наследство упадет То есть ты понимаешь В России Спрашивать Какой у тебя Заработок Ну маветон Да это неприлично А в Китае Это совершенно нормально И парни относятся К этому с пониманием Ну конечно Если у меня не будет денег То девушка не будет со мной встречаться Они понимают Что это как само собой Разумеющиеся Ну как-то это не очень романтично звучит Да мне кажется Вот Как будто бы ты сразу уже все Вот у тебя Вот моя значит биография Вот мои родственники Психических заболеваний в роду не было Смотри Вот значит Ипотека практически выплачена Машина на ходу Все очень хорошо Вот рекомендации с места работы Вот рекомендации от предыдущей девушки Вот Вот все документы Нет Ты знаешь У китайцев другая романтика Нет ничего романтичного Нет ничего более романтичного Чем когда парень Говорит тебе Что я надежная Я смогу тебя обеспечивать до конца жизни Разве это не романтика Другой менталитет Ну просто Вот если бы ты был девушкой русской Ты бы сказал по-другому Ты же знаешь Маленьким китайцам Дарят конверты с деньгами И они это присчитывают Так-так Сколько мне на праздник На Новый год Подарили денег То есть В голову китайцев С самого детства Уже Вкладываются мысли о том Что деньги это нормально Не надо бояться денег Почему в России постоянно думают Ой богатые Они все плохие Они наворовали Вот мы бедные Зато мы честные Ну у нас это так просто Как это Что богатые Это обязательно нечестные люди Здесь вот мышление У них там где неправильно Разные мышления На старте разные ценности получается Да Поэтому то что здесь воспринимается Как ну я не буду говорить О своей зарплате в Китае Я рассказал о своей зарплате А теперь уже можно И кромать А ты решаешь сама Да А там такой кастинг А не сидит пятеро У кого зарплата выше Обычно так и есть На одну китаянку приходится Там Два мужчина Как минимум То есть китаянок же меньше Чем парней Конкуренция высокая Да А кстати говоря В России Мужчин меньше чем женщин Но это только С определенного возраста Вы знали Вот такой факт Что до 34 лет В России все-таки Больше мужчин Чем девушек Поэтому девушки Пожалуйста Больше не говорите Что вы не можете найти мужчин Потому что их мало Это не оправдание От 40 лет Просто там по категориям возрастным Пошерстите Да Не надо искать прям в своей Вот Походите Посмотрите вокруг Там Ну в Китае позднее выходят замуж Чем в России Абсолютно точно Вот кстати говоря Очень часто Почему-то люди считают наоборот Говорят Ой вы Азия Да Традиции у вас там Наверное Рано выходят замуж Сразу отдают после школы Иди дочь Все не мешай Так наоборот Здесь в России Девушки в 20 с чем-то Они уже Многие замужем Или у них Очень долгие отношения Там по 5 лет Что я считаю Уже почти замужем А в Китае В это время Девушка в 25 лет Часто это у него Вообще первые отношения Только начинаются И замуж она выходит Где-то под 30 Или даже еще и позже То есть у тебя сейчас Самое время В принципе Самый расцвет Самый расцвет Да У тебя же много подруг в России Которые русские Русские И вот как у них это происходит Да и срез по своим подругам У них уже дети Или у них отношения Или они парятся Или им плевать Или они строят карьеру У меня подруги Они очень молодые Им 18-19-20 лет Пока что у них нет парней Были Но вот сплыли И они пока что не парятся Да По поводу замужица Но я думаю Что через 5 лет Возможно поменяется А может быть и нет Они такие Бизнес-заряженные Может и То есть они больше про карьеру Да И про самая Сейчас говорю про девушек Которым 25 плюс Вот в России Они начинают Все время Как-то об этом говорить А в Китае Не говорят об этом Но переживают ровно так же Нет, нет, нет Не переживают То есть В Китае Вот к 35 годам К 30 годам Переживают Там уже легкий ужас Начинается В 29 Уи-ха Есть такая разница Мне кажется Что в России Как будто бы девушки Больше переживают По поводу замужества А парни не очень А в Китае И парни И девушки К 30 годам Начинают переживать Все волнуются Все волнуются Да Да Представляете Такое измене Люди ходят Вот с собой Где что? Ну правда Есть такое? 32 Ёшкин кот Свободно Я нормально зарабатываю Нет времени Объяснять Срочно Но Тем не менее У тебя же есть И с той стороны Друзья С которыми ты общаешь Тоже из Китая Как ты с ними Поддерживаешь связи И вот Чем отличается Твоя компания Там И твоя компания Здесь Кстати говоря Большинство Китайских подруг Они находятся В России То есть мы с ним Познакомились уже В России Они приехали сюда Учиться Но также Есть подруги Которые Не знают русского языка Мы познакомились С ними Либо в Пекинской Киноакадемии Либо у меня были Проекты какие-то В Китае Чем они отличаются От русских девушек Это тем Что Ой Что? Что? Какую-то историю Вспомнил какую-то Которую нельзя Рассказывать Так Ну вот они Более Более Ой Вернее Китайские девушки Менее эмоциональные Как будто бы Все в себе Все кроме меня Ну подожди А как вы сплетничаете? Ну вот Или китайские девушки Не сплетничают Вот вы собрались Парни Я не хочу говорить Про своих подруг Плохое Но я тебе скажу В принципе Про китайских девушек Есть такая черта У некоторых Китайских девушек Не очень хорошая Что они вот На публике Когда они со своими близкими Они все такие Улыбашечки Милашечки А как приходят К своим Да он меня достал Вот что-то Сразу меняется в лице И это какой-то Демон Неженского пола Потому что Очень умеют Надевать маски Под ситуацию То есть Они это все Извне Не транслируют Наружу А когда вы остались вместе И все И понесет Да Но я не могу сказать Что она Прям плохая Но манера Меняется Подача себя Просто становится Другой Ну это как бы Лицемерно получается Ну не совсем Но она же добрая Она На публике Добрая А дома нет Это не лицемерие Совершенно Это совершенно Другой Давайте я что-то Хорошее скажу А то уже Все не могу Конечно Давай После этого выпуска Китай больше не зовем Все китайцы Все плохие Ничего подобного Слушай на самом деле Ты говоришь вещи Которые мне кажется Общими являются Для многих стран Но у нас тоже Не то чтобы ты встретил Человека Который тебе неприятель Ты ему все это В лицо высказал За глаза Другое дело Я скажу про Образ жизни Про стиль китаянок Вот им хочется И в 25 И в 30 лет Быть такими принцессами И очень часто Многие из них Носят платья Юбки Какие-то воздушные Легкие И даже если они Носят брюки и джинсы То это выглядит Очень как-то Женственно Все обтягивающе В то время Как в России Я заметила Сейчас очень многие девушки Они любят Либо оверсайза Какие-то Толстовки Джинсы Либо пиджаки Вот эти вот С брюками С костюмами А китаянки Они вот как девочки Девочки Так вот порой Одеваются То есть они Заморачиваются Заморачиваются Для того чтобы Выглядеть Ну русские девочки Тоже заморачиваются Но у них другой стиль Другой стиль Да То есть здесь Наверное Это больше про удобство И свободу Удобство, свобода И какая-то крутизна В Китае Это больше как Я принцесса Я женственная Элегантная Да То есть это Другие заморочки И эти заморочки Я так понимаю Не сильно зависят От возраста В Китае То есть хочется Оставаться вот в таком Образе Немфетки Условно говоря Вплоть до Пока штукатурка От лица не начнет Отваливаться В 30 с чем-то лет Девочки спокойно Носят в мини-юбке Это повсеместно Мини-юбки С высокими сапогами Очень любят носить Или там Не каблуками Больше с Какими-то ботиночками С Как это Вот у меня Кстати Это очень модная Китайская обувь Я думал Ты просто забыл Переобуться Нет Это не тапочки Это называется Пушистые лоферы И вот так вот Китайцы ходят По улице Потому что Они очень милые Пушистые И показывают Такую мягкость Характера А парни В свою очередь А парни Они одеваются Конечно же По-брутальней По-сдержанней Но В отличие от Русских парней Они одеваются Не знаю По-другому Ну вот в чем Это тоже Ближе Вот к таким образом Или они все-таки Именно выглядят Как такие Мужики брутальные Я не представляю себя Брутального Мужика китайского Насчет одежды Вот сложно сказать Я сейчас скажу Вот одежда Может быть Более-менее похожа Но Очень часто Китайские парни Они Вот здесь Много бородачей Да А в Китае Как-то Борода плохо растет У китайцев И они Прочитают Накладные носят В основном На резинке Вот И они Они ходят Меньше растительности У китайцев Неурожай бород В Китае Происходит Ну то есть Такие Более гладенькие Да Я тебе Давай вернемся К китайским девушкам Давай вернемся К китайским девушкам Вот китайские девушки Они одеваются Как принцессы И это проявляется В их характере тоже Что часто Они Очень любят Как-то капризничать С парнями Но это не такие капризы Что Ты сделай это Сделай то Они вот Это очень нравится Китайским парням Это такой Китайский флирт Который я никак не могу Объяснить русским людям Вот китайским парням Дико нравится Когда девушка Ему говорят Ну пожалуйста Купи мне попить Я хочу поесть Накорми меня Понеси меня на спине Ну это в переводе на русский То есть В России Ну это Это же все равно На спине нести получается Даже в переводе В России Это может звучать Это же не то Что давай я поведу Ты уже выпил Нет Это же В России Это может звучать Как какие-то детские капризы Но для китайских парней Это значит Что вот Она моя Потому что Если бы она Не любила меня Она бы не просила меня Она могла попросить Другого парня Но нет Она попросила меня То есть такая милота Но знаешь Всему есть своя цена Китайские мужчины Очень ревнивые Русские тоже Но китайцы Более ревнивые Они Исполняют любой каприз Девушки Носят сумочки Дарят Самые практичные подарки Но взамен Они требуют Тоже Полного Полной верности Общаться с парнями Мужского пола Китайские парни Этого не поймут То есть ты просто Не можешь даже Например Пойти на какую-то Вечеринку Или в кафешку С другими мужчинами Ну с компанией Вот у вас Компанией Друзей Можно На работе Можно Но если ты с ними Общаешься в обычной жизни Нет Это будет скандал Даже так То есть просто Дружеское общение Не возможно Но в принципе Китайские мужчины Очень ревнивые То есть там Да и девушки Девушки тоже ревнивые Все в китае ревнивые Все ревнивые Жутко Любят люди Постоянно Вот этот мир вдвоем Могут люди Носить Одинаковую Одежду Или похожую Допустим Я Спанчбоб А ты Как это Патрик Да Что-то розовое И бесформенное Нет И у нас Был с тобой Тупое В зеленых шортах Класс У нас Был такие Похожие С тобой Одежда Это называется Чинглючуан То есть Одежда Для пары Очень часто ходят В парных футболках В парных каких-то Одеяниях И Переднее место В машине Оно всегда Принадлежит Девушке Либо жене Вот Посторонние люди Не могут садиться Рядом с водителем Только назад Потому что Это ее место А если Сели туда Значит Это что-то значит Это ты что Ты с ними крутишь Что-то Сейчас будем скандалить Смотри Мы с тобой говорили Про стиль и моду Чем она отличается В России и в Китае Ты говорила о том Что в Китае девушки Одеваются Как такие Принцессы В России Чуть-чуть оверсайз Но По большому счету Мне кажется Есть сильное Взаимопроникновение Культур И в целом В мире И конкретно В России И Китая И где-то Это в чем-то Уже усредняется И многие Уже похожи И внешне В том числе И вообще В России Огромное количество Естественных товаров Из Китая И мода китайская Тоже сюда приходит Вот ты когда Идешь Скажем по Москве Ты же видишь Сколько китайских автомобилей Китайских брендов Появляется Тому подобного Вот как ты к этому Относишься И как тебе кажется Вообще Насколько сильно Китайская Культура и мода Сейчас сюда проникает И будет проникать Я заметила Что в последнее время Стали очень много Девочки ходить В мини-юбках В России Меня это очень радует И я знаю Что эта мода Пришла из Азии Это все благодаря Кей-попу Все-таки Корейскому попу Корейской культуре Но и Китай Там тоже играет роль То есть девочки Хотят как-то Вот это В аниме Немножечко Как няшками быть Меня это очень радует Что действительно Проникается Азиатская культура В массы В Россию Насчет китайских Автомобилей Техники И так далее Это все становится Лучше и лучше Действительно Есть очень много Сейчас Крутых автомобилей Китайских В частности Электромобили Аватер Зикр 001 Знаете Слышали Я же сейчас еще И ведущая Автошоу Про китайские Электромобили Я это все освещаю То есть ты про это Все еще и рассказываешь Я в Китай поеду У меня будет Во-первых Театрянный проект А во-вторых Я буду на выставке Ведущей И рассказывать По-русски Зрителям Про то Почему так Хороши Китайские Электромобили Электромобили Но ты Русскую зиму любишь Вообще В целом Люблю Что тебя Больше всего Впечатлило Вот из Не знаю Горы Моря Озера Сооружения Вот что ты Видела в России Что ты сказала Вау Такого в Китае Я точно не видела Вот действительно Снега Я в Китае Так как я Не на севере Прямо Китая Обычно Я приезжаю в Пекин В Нанкин Шанхай И там снега нет И для меня Это чудо природы До сих пор Откликается во мне Я привыкла С одной стороны Но каждый раз Восхищаюсь Я вот снимала клип На песню Виктора Цоя Клип на группу кино Группа крови Кавер Зимой Я в красных Китайских традиционных Одеждах И под снегом Я родилась зимой И я вот настолько Люблю зиму Вот именно со снегом Я не представляю Зиму без снега Поэтому когда Прилетаю в Китай Зимой Мне грустно Я вспоминаю Вот это вот Прекрасное явление И это меня вот до сих пор Покоряет больше всего Это действительно Ты прям так точно затронула Русская зима Ребята Да Вот предположим Что прошло 10-15 лет Ты живешь в России Вот Как ты себе представляешь Свою жизнь в нашей стране Там через 15 лет Это дача Огород Да у меня В пятницу рассада Ашан к субботу Вот муж Две собаки Вот Как будет выглядеть твоя жизнь У меня уже будет 45 Ну и что Не так страшно Фея Ягодка Опять У нас говорят Все нормально Вот представим себе Вот как это выглядит В отпуск в Турцию Свекровь на выходные Это такой сокровенный вопрос Я никогда на него не отвечала Вот Я надеюсь Что у меня будет русский муж Но не просто русский Он должен быть Нетипичным Он должен очень хорошо знать Китайскую культуру В идеале китайский язык И мы с ним будем жить На две стороны То есть у нас Дом Квартира будет в России А дача в Китае будет И мы будем ехать на дачу На дачу в Китай Я думаю в пятницу рванем Так Рассаду загрузили Все Навигатор Все Через месяц Будем Поехали Насчет собак Тоже ты прям как угадала Я собачница Я очень люблю собак Вот Хорошо что вы меня не спрашивали Едят ли там в Китае собак И так далее Это же стереотип Вы понимаете В Китае очень много людей У которых Они гуляют с собачками по городу Они обожают собачек Это питомцы Ну как их можно есть Но вот там Это где-то Какой-то фестиваль Юли Мне его приводят в пример На нашествии такое бывает иногда Это вы должны понимать Что это маленький город И там население 10 тысяч человек То есть это 0,0,0,0,0 Сколько процентов Большинство китайцев Никогда не пробовали И не хотят пробовать У меня собака У меня муж есть У меня Главная работа Любимая Карьера В которой я развиваюсь Все больше и больше 10 миллионов подписчиков Там И не предел То есть Продолжаю делать то Что я делаю сейчас Меня все устраивает Я счастлива Я желаю Это тебе всегда оставалось Во-первых Это обаяние Во-вторых Твоя бешеная трудоспособность И чтобы у тебя была И дача в Китае И муж в России И собаки И там И здесь В общем Чтобы все у тебя было Это была Фея Дорогие друзья Спасибо тебе огромное Спасибо большое Что ты к нам сегодня заглянул Меня зовут Сава Это специальный цикл Выпусков шоу Извест Извест Брикс С нами была Фея Мы поговорили про Китай Впереди у нас разговор Про Бразилию Индию Южную Африку В общем Много всего интересного До встречи Пока Спасибо тебе Спасибо Сава